Слава Богу! Но по гражданскому календарю Пасха, по церковному, православному, протестантскому, греко-католическому, она вот только началась, эта Пасха. Но самое главное, как бы мы не праздновали этот праздник по-библейски или по-язычески, и самое главное понимать, и самое важное в этом понимание, что наша Пасха это сам Иисус Христос, сам Господь наш Спаситель Иисус Христос. И что, как вот в том символе веры, я это называю символом веры апостольским, раннехристианским таким, самым-самым древним, записанным в книге «Деяния апостольских», написано «Ни в ком оно нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам людям, которое надлежало бы нам спастись». Вот сия вера апостольская, сия вера христианская, вот сия вера древлехристианская, будем договорить, и сию веру древлехристианскую мы и исповедуем ныне. Христиане, верующие разной конфессии, разной динаминацией, вот, провозглашаем победу нашего Господа и славим Христа Иисуса. Аминь. Слава Богу всемогущему. Вот, вчера я был у себя в церкви, у нас, вот, на Кловской трансляции велась, она сохранилась, слава Богу. Он на Ютубе, вот, а потом был на служении в церкви на Рыбальском, у наших друзей. Церковь называется, потрясающе у них название, хорошее такое, длинное и очень хорошее название. Иисус Христос, Путь, Истина и Жизнь, вот такое название у них. Вот, и был у них тоже, трансляция была, надеюсь, многие из вас посмотрели трансляцию эту, но, к сожалению, она не сохранилась на Ютубе, потому что не я выключал, я уже привык уже там нажимать, уже сохранить, а складывали все, выключали все, братья, вот, и они забыли нажать там, сохранить. К сожалению, не сохранилась. Но, благо, на камеру, я надеюсь, на камере записи этой сохранились, есть эти. Вот, если они есть, то тогда я выставлю их. Вот, и, ну что, друзья, благословляю всех вас, возлюбленные. А, да, надеюсь, мои уже подключились. Инночка, детки, внуки, коты. Вот, у меня здесь такой подарок. Вчера вручили, вот, цветы. Вот, слава богу. Так что, не имею возможности, вот, буквально, вот, ну, подарить супруге, вот, сегодня цветы. Ну, а цветы к тому, что позавчера у нас была годовщина свадьбы. 28 лет назад мы стали мужем и женой. Да, 28 лет назад, 27 апреля 1991 года, стали мужем и женой. Вот, я готовился стать священнослужителем, вот, и, в общем-то, изначально я думал быть, ну, думал монахом, а потом, когда уже встретил свою Инночку, то я понял, мой монастырь закончился. Как бы, что, нет, нехорошо быть одному человеку на земле, на самом деле. Вот, я это понял. И, слава богу, вот, Инна стала моей женой, вот, это было 28 лет назад. Пошел 29-й год нашего совместного, вот, такого, единения такого, да, значит, как написано, и двое будут одна плоть, двое, одна плоть. Интересно, это слово, еврейское слово «эхат», да, «эхат», оно употребляется по отношению к Всевышнему Богу и по отношению к семье человеческой. Удивительно, да? «Эхат», значит, единый, единственный, единение, «эхат». Вот, и, ну, самая знаменитая молитва, да, еврейская, с которой люди и рождаются, и умирают, с которой, ну, не знаю, ложатся и встают, шма, Исраиль. Иисуса, когда спросили, что есть самое главное вообще в Библии, то наш Господь, учитель, он начал как раз с этой молитвы говорить. Он сказал, слушай, Израиль, Господь Бог наш, есть Господь единый. Шма, Исраиль, Адонай, Элагейнум, Адонай, Эхат. И Иисус, Иешуа, он эту молитву исповедовал, он этот символ веры исповедовал, он с этим символом веры также жил и побеждал, слава Господу. И вот это слово «эхат» — единый, да, Господь наш есть единый. Адонай, Эхат, Адонай, Эхат. Вот это слово «эхат», оно же употребляется в Библии. Кто знает, вы уже знаете, конечно, кто не знает, вы, наверное, удивитесь, но в самой книге Бытие, когда Бог сотворил человека, мужчину и женщину, да, нить, скрученная втрое, не рвется Божьих в мудрости, семейных отношениях. Аллилуйя, Света пишет Дьяченко, благословений вам тоже. Вот, и действительно, о, спасибо Господу, вот это «эхат», «эхат» по отношению, когда Бог создал мужчину, женщину и сказал Всевышний, что двое будут одна плоть. И там тоже слово «одна, единая плоть» — «эхат», «эхат» стоит. То есть слово «эхат» по отношению к Всевышнему и по отношению к семье. Апостол Павел по этому поводу сказал, интересно очень, что тайны, говорится, я велика. Я говорю по отношению к Христу и к Церкви. То есть, оказывается, это великое таинство, говорящее также о Христе и о Церкви. Единение Христа и Церкви. Единство Христа и Церкви. Аллилуйя, аллилуйя. Вот, так что, вот, если уже подключились, вот, или же, если, кстати, вот, жалко... Такой свежестью пахнет вообще замечательно. Хотя, вот, простояли всю ночь просто вот в комнате у меня. Надо было их как-то оросить, наверное, но... Но, ну, и так, свежестью пахнет просто невероятной. Жалко, камера, значит, и трансляция не может передать вот запахов. Надеюсь, скоро там японцы или кто все-таки сделают такой технологический прорыв, что все-таки видео передавало это вот и запахи определенные. Вот, побыстрее бы. Потому что вот многие вещи, они просто, ну, их так не расскажешь. Их надо просто вот понюхать. Надо просто вот их как бы вот прочувствовать. И вот эти цветы, которые вчера подарили, я вот сегодня вот с помощью видео, вот, Инночке своей дарю. Вот. Сам буду любоваться и нюхать, да. Ну, и не пока только вот, только посмотреть. Вот, слава Богу, благоставляю вас всех во имя Господне. Анна и Пачи сегодня благоставляю свой дом, благоставляю свою супругу, благоставляю наших детишек, благоставляю внуков наших. Вот, вчера молились, вчера была хорошая молитва, такая, на служение. Вот, в церкви, вот на Рабальском, я говорю, да, в Киеве здесь, церковь под названием Иисус Христос, путь истины и жизнь. Вот, и вчера были гости, вчера хорошее было служение. Я поделился словом, как раз именно слово воскресение. Наша Пасха, сам Христос. Что Слово Божье, это личность, это сам Иисус Христос. Вот так вот, друзья, и сегодня утром об этом размышляю. Сегодня также об этом размышляю я. Слава Богу. Да, здесь у меня есть такая баночка. Попробую, наверное, поставить сюда. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Я в Украине, я вот здесь в Киеве нахожусь сейчас. Супруга моя сейчас в России. И между нами сейчас граница государственная с обоих сторон. Даже война между нашими странами уже идет, уже 5 лет уже, ну, кровопролитная такая. Она такая необъявленная, но от этого она не становится более, ну, как бы, доброй, что ли. Война есть война. Объявлена она или не объявлена. Она гибридная или такая открытая, публичная. Вот, уже тысячи, десятки тысяч людей погибли вот в этой войне. Солдат, офицеров, десятки тысяч мирных людей погибли, детей, взрослых. Вот, миллионы людей, беженцев, переселенцев и здесь в Украине, и там в России. И это, это страшно. Вот, тем более сейчас вот уже признаются с обоих сторон, что идет речь уже об открытой войне уже, вот, предстоящей, широкомасштабной войне. Вот, молимся о мире, чтобы это не сбылось. Все эти прогнозы политологов, все эти прогнозы, чтобы политиков, желание, жажда крови, чтобы остановилось. Потому что я понимаю, что при всем желании, даже если у кого-то из политиков возникнет доброе желание, как бы, остановить это безумие, уже не получится. Потому что, ну, слишком далеко все зашло уже. Желание возродить огромную империю, тот безбожный Советский Союз, гибридно с Российской империей соединенной. То есть, ну, как бы, это как гибридная империя. Она требует таких гибридных войн, соответственно, таких неоткрытых. Вот, и знаете ли, Маховик уже запущен, вот, и давно уже, собственно, с того самого 91-го года, когда, как бы, развалился этот союз, этой империи зла. Вот, и, как бы, с того самого времени запустился механизм перезагрузки, будем так говорить, да. Вот, и мало-помалу все к этому шло. Сейчас уже, вот, 19-й год на дворе. Вот, и, как бы, к этому, ну, уже на финишной, как бы уже, да, выходят на финишную вот эти вот желания. Но, с другой стороны, я знаю, что сердца царей, как и всех трудящихся, как и всех людей на земле вообще, сердца человеческие, они в руках Бога Всевогущего. И я знаю, что Бог Всесильный, он способен, действительно, как вот в книге Исфирь, да, вот, Пурим, месяц назад, месяц назад, как раз, я говорил об этом, в прошлое полнолуние, как раз, вот, именно праздник Пурим, когда мы праздновали, библейский праздник святой. И перечитывали вновь и вновь из Библии эту книгу, удивительную книгу Исфири. И я говорил тогда не раз уже, что, и сейчас хочу повторить, что, действительно, сердца царей в руках Бога, и все сердца человеческие в руках Бога Всемогущего. Мы говорили об этом с вами еще в 99-м году в Кишиневе, да, да, совершенно верно. Вот, и как раз вот тогда, в 98-м, 99-м годах, значит, да, про восстановление Союза. Вот, и, вот, Господь благослови трансляцию, здесь что-то, вот, либо скорость интернета, слабая, не знаю, пишется повторное подключение. Вот, слава Богу, что камеру включил, вот, что есть возможность все писать. Поэтому, по крайней мере, если трансляция сейчас и не состоится дальше, то запись, по крайней мере, будет, чтобы можно было бы потом посмотреть все это. Господь благослови Божий и всех, кто участвует в этой трансляции, кто подключается, и всех, кто подключился уже во имя Иисуса Христа. Да, и сподоби нас, Господи, сегодня и причаститься, совершить хлебопреломление, благослови нас во имя Иисуса Христа. Да, у меня здесь, нет, еще немного сока осталось, виноградного этого, вот, значит, и моя проскомидия заключается в том, что вот я вливаю сок и молюсь. Такой молитвой говорю, Господь, благослови плод виноградной лозы, вот, и благодарю Бога за лозу небесную, за Иисуса Христа, который в Библии сравнивается с великой лозой, на самом деле, лоза. А мы все как веточки на этой лозе, природные или привитые веточки, ну, это действительно, это, ну, чудо, вот, слава Богу, чудо привития, вот, чудо жизни на этой лозе. И прославляется тем Отец наш Небесный, который называется в Библии как виноградарем, да, вот, среди прочих вот таких имен, наименований, титулов Бога Всевышнего, у него есть потрясающее имя. Я, когда в Грузии бывал, уже не раз, вот, то я каждый раз это имя восхвалял Всевышнего Бога. Одно из имен его виноградарь. О, спасибо тебе, Господь, я очень Богу благодарен. Кстати, Грузия называется страной лозы, вот, и там как раз вот мы, значит, в стране лозы мы как раз вот тоже молились, вот, и говорили, Господь, ты великий виноградарь, ты тот, кто действительно даешь жизнь всем нам, слава Богу. Да, я вижу, трансляция вроде бы снова возобновилась, братья и сестры, не обессудьте, но что-то сегодня с интернетом, поэтому потом можете посмотреть, я запись выставлю обязательно, значит, на YouTube, потому что камера пишет все, слава Богу. Вот, а интернет, он прерывается, к сожалению, но ничего, молитесь, друзья, молитесь, и я знаю, что Господь и, вот, кто, ну, кто сейчас в трансляции, вы не слышали, к сожалению, там, блог определенный, ну, ладно, ничего. Вот, молитесь о мире, молимся о мире, короче, молимся о мире, слава Богу, да, пусть Господь благословит вас, братья и сестры, вот, и сегодня, вот, мы продолжаем эту молитву, сегодня у меня будут встречи, значит, с братьями, будем молиться вместе тоже, вот, с нашим отцом Максимом сегодня тоже буду общаться, даст Бог, как раз вот после обеда уже, да, так что, слава Богу. Я очень хотел бы с ним вместе тоже записать пару таких программ, потому что, вот, я думаю, что отцу Максиму есть много, что сказать, значит, вам тоже, братья, вот, и молюсь за него, молюсь за отца Алексея нашего благочинного здесь, вот, отец Алексея, если вы подключились уже, то вас тоже благоставляю сегодня, молюсь за вас, за ваш дом, благоставляю вас во имя Христа Иисуса, аминь. Благословен ты Господь, Бог наш, Царь всей Вселенной, благословен Спаситель наш, Утешитель наш, благословен Всевышний Бог наш, аминь, аминь, аминь. Братья и сестры, и сегодня совершим хлебопреломление, причастие Евхаристию у меня сегодня еще вновь, снова и снова маца у меня, вот, это еще остатки Пасхи, Пасхальной недели. Я вроде много закупил мацы, думал, за неделю пасхальную все съем, нет, Пасха закончилась уже, значит, а маца еще осталась, вот, ну, я запасом купил побольше ее. Вот, и, ну, как раз вот на причастие, думаю, буду использовать оставшуюся мацу от Пасхи. Вот, и, потому что маца мне нравится в причастии чем? Что это очень простой хлеб. Кстати, наш отец Максим, вчера он говорил мне на служении, после служения уже, что он сам выпекал мацу, вот, значит, и очень, ну, у него хорошо получалось, ловко получалось. За пару минут он быстренько-быстренько-быстренько выпекал, вот, и, ну, такой он молодец у нас, расторопный, вот, значит, и, да, вот, пообещал тоже показать мастер-класс, как у него это получается. Вот, слава Богу, друзья, вот, и сегодня у нас в Киеве дождь, вот, такой проливной прям, и ночью было, значит, но сейчас под утро прям вообще прям все обложилось все буквально. Вот, и я молюсь, вот, знаете, на примере, на образе этого дождя, молюсь о том, чтобы, вот, как вот дождем проливается вода на эту землю, жаждущую землю, потому что земля, она жаждет, и хочется пить, как и человеку, допустим, да, без воды никак, вот, земля тоже, она живая, она тоже просит пить дождя. И вот Господь посылает ей, он услышал ее молитву, земли молитвы, молитву детей божьих, вот, и напаяет сегодня эту землю, земля пьет, она ликует, прославляет Создателя, вот, это прекрасно, удивительная еще картина дождя. Но вот так же сравнение, и пусть прольется дождем слава Божья на сердца человеческие, на иссохшие, окаменевшие сердца человеческие. Потому что, действительно, вот, без Господа засыхает жизнь людская, любого человека, вот, и пусть боговедением наполнят, как водами, землю нашу Господь, а в первую очередь, землю наших сердец. Потому что тоже Господь сравнивает свое царство с огородом, с полем, сравнивает наши сердца с полем, вот так вот, которому тоже требуется вот эта вот влага, да, слава тебе Господь. Благословен ты, Царь наш, благословен Господь, Бог Всемогущий. И вот два слова, я хочу напомнить снова, значит, что первое слово, которое я хочу еврейское сегодня, чтобы мы запомнили, кто не знает, а кто знает, вспомнили, это слово Эхад, которое по отношению к Всевышнему Богу употребляется, обозначая его единственность, его исключительность, его единение. Вот, и также это же слово употребляется по отношению к человеку, именно к семье человеческой, к мужчине и женщине, ставшими одной плотью. И вот я пример такой тоже приводил, еще раз, что я сейчас в Украине, супруга в России, между нами там сотни-сотни километров, но мы одна плоть. Как? Да, мы одна плоть. Оказывается, есть такое мистическое, такое духовное единение, которому ни помеха ни расстояние, ни годы. Удивительное единение, сердец, удивительное единение. И даже неверующие люди, далекие от веры, от религии, порой обращают внимание, что люди, прожившие, допустим, много лет вместе, да, они становятся похожими, они уже, они молчат вместе прекрасно вообще, они понимают друг друга даже молчанием, они проникают друг в друга, они становятся частью друг друга, все больше и больше. Вот это удивительное единение, сердец, удивительное единство, в Библии оно называется эхат. Един, два, двое будут одной плотью, одной плотью. Удивительно, это таинство семьи, таинство брака, двое, одна плоть. И вот по отношению к Богу, Всевышнему Богу, употребляется слово также эхат. Мы знаем тайну в Новом Завете открытую, Отец, Сын и Дух Святой. И сии суть три едино. Вот это единение, единение, которое оно, даже оно человеческому уму непостижимое, ни ангельскому уму непостижимое, это таинство. Вот мы лишь просто с благодарностью к Богу это принимаем и восхваляем Всевышнего нашего Творца. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь, молясь Отцу нашему небесному драгоценному во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. И больше того, Адонай эхат, да, и семья тоже эхат, и мы едины. В песне песней говорится, да, я принадлежу моему возлюбленному, возлюбленный мой мне. Удивительно, но мы, человеческие души, человеческие сердца и Божье сердце, мы проникаем друг в друга также. Мы проникаем каким-то образом друг в друга. Я познаю его, он познает меня. Я в нем, он во мне. И печать, которую Всевышний Бог ставит на человеке, и познал Господь своих. Спасибо тебе, Господь, спасибо. Да, здесь дождь, уже ливень, уже не на шутку так разыгрался уже. Благослови Господь Киев, благослови Божию Украину. Хай Луна и песня над сфилами Днепра. Иисусу слава, Иисусу слава. Да, спасибо Господу за все. Вот, и что, друзья, благословляю всех вас. Сегодня молюсь. Сегодня совершим причастие и в харистию хлебопреломление. Спасибо Господу за все. Спасибо, Боже всемогущий. Аллилуйя, аллилуйя. Слава тебе, слава. Да, а второе слово, которое я хочу сегодня тоже провозгласить перед причастием, это слово тшува. Первое слово эхат сегодня, я напомнил вам. Второе слово тшува. А тшува это буквально возвращение. Мы возвращаемся к небесному нашему Отцу. Вот, само слово покаяние. Мне очень нравится греческое звучание, конечно, метаноия. Как-то красиво так вот, мелодично метаноия. Вот, и означает поворот на 180 градусов кругом, да, значит, и движение в противоположном направлении, изменение сознания, перемены мышления. Но в еврейском, мне больше, честно говоря, нравится, при всем уважении к греческому, вот не в обиду грекам сказано будет, но еврейский я выучил только за то, что им говорил сам Машиах, сам Мессия. И тем более, что действительно многие термины библейские на еврите, они более глубоки. Вот, ну, это что есть, то есть на самом деле. Если, допустим, вы на свои гаджеты скачаете, допустим, или уже скачали, есть разные программы, да, Библии с номерами Стронга, да, Валентина пишет, да, да, благослови вас Господь, спасибо большое и вам, благословений, сестра Господних благословений. И Библии с номерами Стронга, если на гаджеты наши или на компьютеры мы скачиваем, да, то мы можем смотреть слова, оригинальные слова и их значения. И вот даже наберите какие-то важные слова, вот, с вашей точки зрения вообще христианской, и сравните их, вот, как они звучат в греческом, как они на еврейском. И вот сравните, и удивитесь, что многие термины еврейские, они действительно говорят не как в Греции, не как греческий, вокруг да около, а вот, как говорится, не в бровь, а в глаз, вот в саму суть, в сам корень зрят. И вот так же слово тшува, покаяние. Буквально, да, это же можно, конечно, и как в греческом объяснить это, как вот перемена сознания, и как поворот, разворот можно, но буквально возвращение, то есть я возвращаюсь, совершая тшуву, да, я возвращаюсь. Я помню, ну, давно уже, сколько там лет назад, это уже, лет 35 назад, да, около 40 лет тому назад, время очень быстро пролетело, слушайте, да, 35 лет назад, 37 где-то лет назад, я рассказывал об этом моим друзьям, тогда мы были пацанами совсем еще, молодые люди, юноши, учились в училище художественном с ребятами, потом жизнь разбросала нас, вот, и некоторые до сих пор, я даже не знаю, где они, ребята, вот, с некоторыми мы так вот пересекаемся, и вот один из тех вот товарищей, с кем учился, с кем учился, я в училище художественном тогда, вот, он потом покаялся, вот, Дима из Липецка, он покаялся, и, знаете, удивительно, он рассказал такую историю мне, когда мы с ним увиделись первый раз, мы списались, он нашел меня, слава богу, на одноклассника, по-моему, нашел, то есть, ну, в социальных сетях нашел меня, вот, напомнил о себе, я так, вот это да, интересно, да, Дима точно в Липецке, он так же и живет, надо же, удивительно, ну, ладно, хорошо, значит, но я вдвойне, втройне обрадовался, знаете почему, потому что он написал, что он теперь верующий, он христианин, я думал, вот это да, здорово, потому что, ну, в советское время тогда, значит, 37 лет назад, да, это было, или 35, там, сколько лет назад, это было, ну, это был еще Советский Союз, вот, да, последние годы, но еще Советский Союз, да, 80-е годы были еще, но, знаете, интересно, так получилось, что, когда мы с ним договорились встретиться, а я как раз с Кавказа ехал, проповедовал в этих республиках, в этих, Карачаево-Черкесии, в Дагестане проповедовал, в Кадминводах, Ставрополье, значит, значит, забыл, ну, там еще разные эти вот республики, мусульманским народом проповедовал я, и как раз возвращался поездом, вот, с Владикавказа, ехал, значит, через Липецк как раз ехал, о, точно, и в Липецке там поезд стоял долго, почти час, вот, и как раз я там по расписанию смотрел, что час мы стоим в Липецке, значит, и я как раз написал ему тут же, значит, что, вот, я буду проездом, если получится, подходи, ну, хоть часочек пообщаемся хотя бы там в Липецке-то, и он подошел на самом деле, подошел, и мы пообщались, обнялись, молились вместе, вот, спасибо Господу за ту первую встречу, вот, после 30-летнего такого невидения, да, друг друга, вот, и представляете, он сказал мне такую вещь интересную, что, вот, знай, говорит, вот, я уже в поезд садился снова уже, и он мне сказал, пацан, знай, говорит, слушай, хочу сказать тебе кое-что, вот, то, что ты говоришь, говорит, оно имеет силу, и даже если сейчас оно не прорастет, оно потом прорастет, говорит, оно будет давать плод, и, вот, он сказал, на своем примере-то он говорил как раз, что, вот, то, что ты говорил тогда, значит, 30 лет назад, больше, 30 уже лет назад, и говорит, я это серьезно не воспринимал, слушал, ну, потому что, интересно, ну, как бы, в то время это не по телевизору не показывали, не по радио, там, и, как бы, это было чудно все еще, время советское, как бы, значит, да, вот, и, вот, значит, но я рассказывал, там, больше, там, в своей группе ребятам, значит, со своей группой, но он с другой был группой, но тоже участвовал в этих разговорах, ну, как слушал, по крайней мере, вот, и, знаете, интересно, вот, он говорит, что я слушал, да, интересно было, ну, как бы, да, я это серьезно не воспринимал, но потом забыл про это, уже и не вспоминал, вот, там, 30 лет этих, да, прошло, и вдруг, вот, ровно через 30 лет, все это стало вспоминаться, после, там, определенных стрессов, там, проблемы, вот, вдруг это все стало вспоминаться, и, короче, он покаялся, и он покаялся в одной из 50-нических церквей, там, протестантских, думаю, здорово, слава Богу, удивительно, у всех свой путь какой-то в жизни, но семена Слова Божьего в сердце Димы, они, получается, Дима, если слышишь сейчас, то я вот просто воздаю слава Богу за тебя сейчас, и за всех ребят, я не знаю, большинство из тех, с кем тогда общались, с кем, кому я рассказывал тогда, о притче Христа, Евангелие рассказывал, вот, об Иисусе, большинство из этих ребят, я даже и не знаю, где они теперь, вот, некоторых там пытаюсь найти в сети социальной, допустим, но, но я знаю, что Бог их знает в сердца, где они сейчас находятся, вот, и у тебя проросло это через 30 лет, я очень Богу благодарен за это вообще, чудо, и для меня, как для священнослужителей, как для реформатора, это было тоже большим таким утверждением, даже если сейчас, вот, я говорю слово, молюсь, тружусь для реформации православной церкви, и, знаете ли, порой напоминает это мне, как вот, думаю, порой как Дон Кихот с ветряными мельницами, или как рыба об лед, как стенку горох, вот, оно это надо, как бы, и никому не надо, эти махины не прошибешь, с одной стороны, по-человечески, это невозможно вообще, гиблое дело, но, с другой стороны, невозможное человеком возможно Богу, наше дело какое, человеческое-то, поливать, насаждать, но мы должны понимать, как верующие, что и поливающий, и насаждающий, есть не что написано, а все Бог возвращающий, то есть Бог взращивающий, Бог дающий жизнь всему, слава Господу всемогущему, аллилуйя, аминь. Братья, сестры, и сегодня совершим причастие, друзья, совершим хлебопреломление, во славу Господа Бога всемогущего, всесильного, провозгласим смерть Господа Иисуса Христа, потому что мы возвещаем смерть Господню, это великая Евангелие, это великая благая весть, через смерть пришла жизнь, Пасха наша, это Христос, закланный за нас, Пасха наша, это не просто традиции какие-то, еврейские или языческие, библейские или оккультные, нет, наша Пасха это сам Иисус Христос, Господь и Спаситель, это сам Господь Иисус Христос, и Он бесквасен, поэтому Моца это очень хороший образ, как раз вот, бесквасия Иисуса Христа, Его безошибочности, Его безгрешности, Его души, чистой души Его, которую Он отдал за нас, кровушку свою за нас пролив свою, и благодарю Бога всемогущего, Бога всесильного, за Его победу святую, Аллилуйя, спасибо Тебе, Господь, за все, благословен Ты, Господь наш, благословен Отец наш, благословен, благословен, спасибо Тебе, Господь, спасибо, Пасха наша, Христос, заклон за нас, и мы смерть Господню возвещаем сегодня, я возвещаю в этом эфире сегодня смерть Господа нашего Иисуса Христа, Да, с одной стороны, это слезы и горе, но, да, это праздник со слезами на глазах, Пасха, это праздник со слезами на глазах, но это праздник таки, это таки праздник, потому что через смерть возлюбленного нашего Господа Иисуса Христа пришла жизнь для всех человеков. Аллилуйя, спасибо тебе, Господь, спасибо тебе, Господь. Кровь Христа омыла меня, кровь Христа освободила меня, кровь Христа исцелила меня. Аллилуйя. Слава и хвала за кровь Твою, слава и хвала за жизнь Твою. Слава и хвала за кровь Твою, Иисус Христос. Кровь Христа освободила меня, кровь Христа освободила меня, кровь Христа спасла меня. Слава и хвала за кровь Твою, слава и хвала за жизнь Твою. Слава и хвала за смерть Твою, Иисус Христос. Кровь Христа спасла меня, кровь Христа исцелила меня, кровь Христа освободила меня. Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господь, за кровь Твою, благодарю Тебя за победу Твою, за смерть Твою, благодарю за жизнь Твою, за воскресение Твое, за вознесение Твое и второе пришествие славное. И пока Ты не вернешься, Господь, мы возвещаем смерть Твою, Господь, всему миру возвещаем великое Евангелие, Царство Божьего. Через смерть Твою пришла жизнь в нам, в наши судьбы, к нам. Пришла жизнь в наши дома, пришла жизнь Твоя в наши сердца, в наш разум. Боже, спасибо Тебе, Господь, за исцеление, освобождение духа, души и тела. Слава Тебе, Господь, за исцеление Твое, потому что через кровь Твою святую исцеление Твое пришло ко мне. Исцеление Твое приходит к нам. Спасибо Тебе, Господь, слава Тебе, слава Тебе и хвала. Благословен Господь. Аминь. Братья и сестры, возьмите хлебушко, я использую мацу, налейте себе соку, если нет сока, то просто воды налейте и совершите причастие, рассуждая о теле и крови Господа Иисуса Христа. И рассуждая так, что кровью Иисуса Христа, телом ломимом моего возлюбленного, я спасен, я исцелен, я благоставлен всеми благословениями небес. Спасибо тебе, Господь, за жизнь вечную, бесконечную, счастливую, пресчастливую. Аминь, аминь, аминь. Аминь. Спасибо, Господь, спасибо. 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 Благодарю тебя, Господь, за спасение, исцеление, освобождение через кровь возлюбленного моего, Господа Иисуса Христа, учителя и наставника моего, брата и друга моего, царя и Господа моего, спасителя моего. Спасибо тебе, Господь, за все, за агнца твоего, лихаем, за жизнь мира, ты отдал свою жизнь. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего ненародного, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Аминь. 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 Спасибо, Господь, спасибо. Благословен Господь, Бог наш, Царь всей вселенной. Благословен Утешитель наш. Благословен Спаситель наш. Благословен ты, Господь. Благослови народ своим миром. Благословляю вас, братья и сестрички. Благослови дочечки и сыночки небесного нашего папочки Авы, небесного нашего Бога Всесильного, святое имя Его. Благословляю вас священническим благословением, возлюбленные. Благословляю сегодня Киев, благословляю Украину. Вот в Киеве у нас сегодня дождь такой проливной, прям ливень целый уже. Вот, и пусть также ливень благословений изливается на нашу землю во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Благослови, Господь, Украину. Боже, пусть будет мир в Украине, мир и благодать умножатся в познании Господа нашего Иисуса Христа. Аллилуйя. Благословляю сегодня Израиль, благословляю сегодня Иерусалим. Иерусалим – столица возрожденного еврейского государства. Благословляю. Шалом, Иерусалим. Шалом, Иерусалим. Мир тебе, Иерусалим. Мир тебе, город Всевышнего Бога. Благословляю Иерусалим. И благословляю всю нашу истрадавшуюся планету. Потому что вся тварь стена этой мучается, ожидая откровения сынов Божьих. Все сотворенное. И величайшее откровение – это спасение через кровь Иисуса Христа. Возвещение смерти Господней, через которую жизнь приходит на эту землю. Спасибо тебе, Господь. Благословляю паки и паки, как говорится, снова и снова. Благословляю свою семью сегодня, особенно Инну. Вот цветы эти. Вначале я показал трансляции. В баночку поставил сейчас их. Вот цветы. Эти цветы вчера подарили нам с Инной. Но пока я наслаждаюсь их ароматом. С такой свежестью невероятно пахнет вообще. Удивительно. Если роза не так сильно пахнущая, это прям какой-то сорт, наверное, такой, не знаю. Прям очень сильно. И так приятно, и нежно, и сильно, и свежо очень даже. Вот я говорю, что молюсь, Господь благослови или японцев, или еще кого, израильтян, такие технологии разработать, чтобы и запахи были вот эти, как в Украине говорят, слышны. Ну, чувствовались запахи эти. Но, поверьте, это просто аромат. Удивительный аромат. И вот и пусть сегодня благодать эта снизойдет. Вот. И как этот аромат. Вот. И благоставляю священническим благоставением сегодня свою супругу. Нам подарили супругой эти цветы вчера. Почему? Потому что позавчера, да, у нас была годовщина свадьбы Аттинстон. 28 лет нам исполнилось. 28 лет нам, нашей семье, в 91-м году, вот, 27 апреля, мы стали мужем и женой. Вот. И это для меня великая честь и благословение. Вот. И... Просто, ну, нет слов скажу. Это... Слава Богу скажу за все. Слава Богу за все. Вот. И, кстати, молясь этими словами благословения, я сегодня воздаю Богу славу и за свою жену, и за наших детей. Ведь нам говорили, что детей у нас не может быть. Но Бог нам подарил подарок такой свыше, награду свою. Шестеро детей. Вот. Три мальчика, три девочки. Слава Богу, дал нам родить. Вот. Двое внуков уже. Слава Господу. Вот. Благоставляю сегодня и зятя нашего, и внуков наших благоставляю. Вот. И благоставляю священническим этим благословением. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицом свое на тебя. И благословит 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 тебя. Жалобы нам спастись. Которым спасены мы. Которым спасаемся. Слава Господу. Благословит тебя. Благословляю вас из города Киева. С любовью. Во Христе Иисусе нашим возлюбленным. Ах! Господь грядет, мой возлюбленный грядет, вот он идет, Бог мой грядет, мой возлюбленный грядет. Мой возлюбленный стучится, отвори, сестра моя. Время пения настало, голубица чистая. Вот он идет, Господь грядет, мой возлюбленный грядет. Вот он идет, Господь грядет, мой возлюбленный грядет. Вот, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Спасибо тебе, Господь, из-за эти цветы. Спасибо тебе, Господь, за твою любовь. Спасибо за милость и благодать твои. Аллилуйя. Благодарю тебя, Господь, за супругу свою. Благодарю тебя, Господь, за Инну Сергеевну. Благодарю тебя за наших детишек, внуков, которых он дал. Спасибо тебе, Господь, спасибо. Благоставляю вас всех, друзья, братья, сестры, ваши дома, родных, ближних благоставляю во имя Иисуса. Пусть Господь благоставит. Вот, завтра утром подключайтесь опять к эфиру. Вечером сегодня, я думаю, посмотрим, как получится. Может быть, если успею вернуться, то даже, может быть, даже с нашим этим священником, как раз, отцом Максимом, мы, может, даже вместе проведем, посмотрим. Вот. Вот. Если нет, то тогда уже не обессудьте. Вот. В течение дня сегодня тоже постараюсь сделать трансляцию с нашей встречи, если получится технически у меня. Вот. А так, утром, да, утром подключайтесь, завтра еще я в Киеве. Все. С Богом. Шалом. Мир всем вам. И благодать доумножиться. А мой возлюбленный...